Молитва – это самое важное и главное в жизни человека, потому что во время молитвы душа молится и общается с Богом. Это общение, коммуникация живая идет. Мой соавтор Сергей Валерьевич Небога, он принял монашество и стал православным монахом-отцом Киприаном. Мы долгий путь с ним прошли духовный. И вот мы пришли к тому выводу, что вера православная, она истинная. И она душеспасительная. Если бы в Украине Россия не умешалась, и святейший патриарх Филарет стал легальным и законным, как и полагалось изначально, патриархом киевским, всея Руси и Украины, каноничным, еще в 90-х годах, то я бы уже давно принял бы православное монашество, и многие бы уже приняли бы монашество, и Украина возродилась бы в вере православной. Но так как Россия расколола церковь и деструктивно повлияла на психику части граждан в Украине, и вот эта война кровопролития, это все из-за греха, клеветы на святейшего патриарха Филарета, то и упали многие в своем духовном пути, не обрели православной истины. И я не раз отступал, потому что я убедился, я жил в российской церкви, в Украине, в монастырях, московского патриархата, а там Богу не молились, в этих сельских, деревенских храмах, да, там православные московского патриархата были фанатичные, а вот в российской церкви, в Киеве, я нашел безверие и бездуховность. Ну, это кратко говоря. Почему на русском языке я записываю видеоролики и сейчас говорю? Потому что у меня много русскоязычных слушателей из СНГ, и они плохо понимают украинский язык. Потому я ко всем, чтобы донести свои слова и мысли, я говорю на русском языке. У меня очень непростой свой духовный путь развития, но по ночам моя душа хочет общаться с Богом. И сейчас, когда я каждый Божий день слежу в интернете за процессом автокефалии, когда я молюсь ко Господу и говорю, Господи, помоги, помоги, чтобы эта российская церковь, эта злая церковь ушла в Россию, и чтобы, наконец-то, правда восторжествовала, чтобы наш святейший киевский патриарх, святейший Филарет взошел на каноничный престол. Это возрождение и спасение будет всей Украины, потому что законно должно быть так, что первый будет это Папа Варфоломей, святейший патриарх Константинопольский, отец всей православной церкви, а за ним будут патриархи идти, духовные лидеры, так вот я верю в то и знаю, что патриарх Киевский второй должен идти, пусть в Томасе по старшинству он будет там пятое занимать место или четвертое в диптихе церквей, но патриарх Киевский главнее патриарха Московского, потому что истинный патриарх всея Руси – это патриарх Киевский, потому что с Киевской кафедры все началось. Как может быть, чтобы главный владыка, один из главных владык православия, сам патриарх Киевский, отец всей нации, отец украинского народа, отец всего православия, потому что русская церковь – это дочка святой украинской церкви. Как может быть, чтобы патриарх Киевский был русской церковью унижен? И как может быть, чтобы часть зазомбированных украинцев, вместо того, чтобы души свои ложить, тела свои ложить за правду, за истину, за своего родного главного патриарха Киевского, они, как рабы и люди, которых нет мышления, служат чужому патриарху, который незаконно вторгся московски на земли святой Украины, Киевской Руси в центр и пытается уничтожить святейшего главного патриарха Киевского. Но ничего, Господь и высшая сила поможет, истина восторжествует, добро победит зло. И патриарх Киевский, и всея Руси и Украины, он взойдет на канонический престол. Я ночами молюсь Богу. Молюсь я по-разному. Бывает, я своими словами молюсь. Я за своих подопечных, кто ко мне обращается, я взываю к высшим силам и молюсь. Часто своими словами. Господи, помоги, рабе Божьей, имя называю рек, или рабу Божьему. Но молюсь я на украинском языке, а также на английском языке, как святейшего патриарха Варфоломея, владыки Вселенского православного, православная церковь в Америке его, на английском молюсь. Так у меня есть молитва слов с этими молитвами. Я тоже эти молитвы, бывает, на английском читаю. Но также, фактически в первую очередь, я люблю читать молитвы на сон грядущий на украинском языке по благословению святейшего патриарха Киевского и всея Руси, Украины, Филарета. И вот я хочу в этом видеоролике запечатлеть те молитвы на сон грядущем, которые я хочу прочесть сегодня и помолиться. Это связь с высшими силами, с Богом. Это душа моя хочет. И пускай все мои подопечные, которые будут видеть этот видеоролик, слышать эти молитвы, пусть их хранит Господь Бог и пусть пребудет с ними высшая сила. Крестное знамение, что оно символизирует? Троица. Это Троица святая. Отец, Сын и Дух святой. Они являют собой одного Бога, но трехипостасного. Святой учитель славян, он учил так, один из учителей. Представьте себе Солнце. Вот это Бог. Он не имеет ни начала, ни конца. Это Бог Отец. От Него исходит свет. Это рождается Сын Божий, Господь Иисус Христос. И как мы ощущаем тепло от света, то это исходит Дух святый. Но ведь это не три Солнца, а это одно Солнце, то есть так и Господь Бог. Бог Отец, Он не имеет ни начала, ни конца. От Него рождается Сын и исходит Дух святый. Не три Бога, а один Бог. А святой Августин Блаженный говорил, что Таинство Святой Троицы может познать тот человек, который познал любовь, который может любить. А два вот эти пальца означают. Первый – это природа Иисуса Христа, божественная, а вторая – человеческая. И мы полагаем крестное знамение на себя для того, чтобы осветить нашу душу, наше чувство, настроиться на молитву. Итак, я приступаю к молитве на сон грядущий. Я стою на коленях, сейчас я так вот опущен. В имя Отца и Сина и Святого Духа, амінь. Господи Иисусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоей Матері и всех святих помилуй нас, амінь. Слава Тоби, Боже наш, слава Тоби, Царю Небесний, Утешителю души истини, что всюди есть и все наповняешь. Скарбнице добра и життя подателю, прийди и вселися в нас и очисти нас из-за всякой скверны и спаси благие души наши. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духові нині и повсякчас, И на веки веки. Аминь.